Добрый день! В этом выпуске новостей от Приан. Итоги турецких выборов для рынка недвижимости, данные по доходности от аренды в странах Европы, виза цифрового кочевника в Испании. Закончилась эпопея с турецкими выборами. Раджеп Таип Эрдоган не без волнений, но все-таки сохранил свой пост. В воскресенье вечером риэлторские и строительные компании, ориентированные в первую очередь на иностранных покупателей, скорее всего, выдохнули с облегчением. Риски жестких ограничений для приезжих, о полном запрете на покупку говорил, например, главный конкурент Эрдогана Кемаль Калачдар Аглу, остались предвыборными обещаниями. Тем не менее, Турция подошла к выборам со 130-процентным ростом цен на жилье и 43-процентной инфляцией. И экономические прогнозы не веселые. Лира, скорее всего, продолжит падение. А значит, цены – рост. Да, сейчас турецкая недвижимость стоит все равно дешевле, скажем, испанской или кипрской. Но в какой степени покупатель, в принципе, готов и дальше к высокой инфляции? И можно ли рассчитывать на разворот цен? Если мы говорим о курортной недвижимости и таких городах, как Анталия, Алания, Мерсин, то на стоимость влияют. Первое – спрос. Сейчас, после выборов, спрос на недвижимость однозначно увеличится. И увеличится он не только со стороны таких стран, как Россия, Казахстан, Украина, но и со стороны стран Европы. Так как заявление оппозиционной партии о запрете покупки иностранцами уже не актуален, все четко понимают, что вектор будет направлен в сторону привлечения иностранных инвестиций. Спрос будет повышать стоимость. Но, опять же, скорее всего, повышение стоимости будет различное в различных районах, так как момент закрытых для ВНЖ районов остается актуальным и насущным. Второй фактор, который влияет на стоимость – это стоимость стройматериалов и стоимость земельных участков. Стройматериалы в стоимости только растут, и есть определенный дефицит на рынке. Земельные участки в популярных раскрученных местах точно не подешевеют. В этом плане, думаю, развитие именно Мерсина еще больше усилится, так как там по-прежнему есть приемлемые для застройщиков цены на землю. Учитывая все это, могу сделать вывод, что количество продаж среди иностранцев точно увеличится в ближайшие месяцы. Ажиотажного спроса, как в прошлом году, ожидать не стоит, а цены на первичную недвижимость будут расти примерно в расчете 15% в год в валютном эквиваленте. Резкого скачка цен именно сейчас, в летние месяцы, я не ожидаю, так как после уменьшения количества сделок в начале 2023 года строительные компании сначала будут нацелены на увеличение продаж по сегодняшним ценам, чем на увеличение стоимости. Итак, снижение цен едва ли стоит ждать, по крайней мере в тех провинциях, где недвижимость по-прежнему интересна приезжим. Но властям Турции все равно придется так или иначе решать внутренние экономические проблемы, в том числе за счет интереса иностранцев. Это может сказаться, например, на условиях программы гражданства или на правилах выдачи видов на жительство. Сейчас, кстати, их почти не выдают арендаторам и, возможно, данный факт сделают законом. Возможно, наоборот, для покупателей смягчат условия выдачи. Какие еще решения можно ожидать из тех, что повлияют на рынок и атмосферу в целом? В данный момент от власти мы ожидаем только решений, которые положительно повлияют на рынок. Во всяком случае, эти решения были озвучены также в предвыборных компаниях. Например, увеличение пассажиропотока в аэропорт Алани в три раза, решение вопросов по ВНЖ, хотя бы касательно именно собственников недвижимости, не имея в виду по аренде. То есть, например, район закрыт для ВНЖ по аренде, но открыт для собственников недвижимости и так далее. Например, новые проекты по дорогам, туннелям в тот же Мерсин, что сделает его более доступным или газификация той же Алании. Конечно, наши потенциальные покупатели хотели бы, чтобы самым положительным фактором было снижение именно стоимости самой недвижимости, но этого точно ожидать не стоит, поэтому я бы не откладывала покупку в долгий ящик, если такое желание у вас было. Где в Европе сдача недвижимости в аренду приносит наибольший доход? Банк ТБС собрал информацию с разных рынков. Но поскольку банк это грузинский, то и данные собирались не просто так. Это цифры за осень прошлого года. Рынок Грузии уже тогда показал наилучшие результаты – почти 11% годовых. С тех пор интересующихся арендой в Грузии меньше не стало. И, например, апрельские показатели по Тбилиси – доходность уже более 12%. В марте 22-го для сравнения она была около 6%. И следующие места за Грузией занимают соседи России – Казахстан и Армения. Правда, там показатели доходности уже ниже 10%. А в аутсайдерах – скандинавские страны, Германия, Чехия – там доходность меньше 4% в Монако, так и меньше 2%. Можно ли рассматривать этот рейтинг как руководство для инвесторов? Мол, вкладывайтесь именно сюда. Пожалуй, но с некоторыми оговорками. Во-первых, не забудем про законодательные ограничения. В том же Казахстане, например, иностранцы без ВНЖ не могут купить жилье в собственность. Во-вторых, все-таки уж очень нестандартная сейчас миграционная ситуация, которая очевидно влияет на интерес к аренде. И хотя ощущений, что в мире что-то резко поменяется и перестанут россияне, ну вдруг, интересоваться квартирами в Астане или Тбилиси просто нет. Но ведь миграционный поток может дальше и не расти. Он останется просто на нынешнем уровне. В пользу Грузии и Армении говорит еще тот факт, что в этих странах россияне в принципе могут совершить сделку без особых проблем. И, кстати, тоже можно сказать про Турцию и Эмираты, но там доходность в среднем, опять-таки, чуть-чуть ниже. Напоследок, краткая новость. Испания вышла в лидеры по числу запросов на выдачу виз цифровых кочевников от россиян. По данным компании ZNV Consult, на долю страны приходится более трети обращений. Напомним базовые финансовые условия программы. Минимальный доход для главного заявителя должен составлять 2600 евро в месяц. на супругу 1000 евро в месяц. И остатки на счетах нужно показать будет. И не регламентироваться, что счет должен находиться на территории королевства Испании. Так вот, остаток на человека 26000 евро. Еще из важного. Документы на годовую визу цифрового кочевника можно подать в консульствах Испании. Но вот если хочется получить сразу трехлетний ВНЖ, документы надо подавать онлайн и уже из Испании. То есть там надо в этот момент физически находиться. А для въезда нужен шенген. Стаж заявителя должен быть не менее трех лет. Не менее трех месяцев подряд перед подачей заявки он должен работать на конкретную фирму. И не забывайте про финансовые обязательства уже после получения визы. Тем более в свете высокой вероятности отмены соглашений об избежании двойного налогообложения между Россией и недружественными странами. Многие законы принимаются для того, чтобы пополнить казну. И Испания не является исключением. И закон о цифровых кочевниках в этом плане, безусловно, не исключение с правил. Тема налогов для цифрового кочевника особенно актуальна. Потому что надо четко понимать, что в Испании вы будете платить 24% налогов. Плюс те налоги, которые вы платите в России. То есть суммарно фактически около 37%. Сейчас на рынке широко представлены услуги, так или иначе связанные с переездом в Испанию. Так что найти консультанта не слишком трудно. Контакты компании в описании к ролику. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А я на этом прощаюсь с вами на две недели. Отправляюсь в небольшую творческую командировку, о которой я расскажу уже в середине июня. Итак, всем мира и безопасности. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok